Многочисленные реки, ручьи и каналы, многоводная Нева и близость Финского залива влияли на формирование Санкт-Петербурга с момента строительства. Вдоль берегов располагается большинство красивых зданий, дворцов и памятников. Поэтому экскурсии и прогулки на катерах, яхтах, байдарках пользуются популярностью, а особенно туристам и жителям северной столицы полюбился ужин-круиз на теплоходе по Неве. Экскурсии составлены так, чтобы за отведенное время, то есть полтора-два часа, можно успеть осмотреть большинство достопримечательностей. Маршруты проходят помойки, фонтанки, каналу Грибоедова и Неве. Делают остановку у крейсера «Аврора». Популярна ночная программа, когда подсветка зданий преображает панораму набережных и разводные мосты добавляют петербургский колорит. С конца мая по середину июля белые ночи придают городу романтический оттенок. Прогулка на теплоходе в Санкт-Петербурге с ужином – прекрасная идея для свидания или вечеринки с друзьями. Внимание, Питер – северный город, поэтому водные экскурсии ограничены сроками навигации – с середины апреля до начала ноября. Дневные прогулки обычно начинаются в 12 часов 30 минут и заканчиваются в 20 часов. Начало вечернего круиза по Неве с ужином с 19 часов до 20 часов, ночные экскурсии начинаются около полуночи, чтобы можно было увидеть, как разводят мосты, фирменное зрелище города на Неве. Круиз по Байкалу на теплоходе турфирмы и судовые компании Санкт-Петербурга уже давно освоили ресторанный бизнес. В Москве есть популярные теплоходы с ресторанами «Редисон» и «Ривер Палас», а вот в СПБ кроме тезки последнего «Ривер Лаунч», в распоряжении всех желающих находится целая флотилия теплоходов-ресторанов. Есть однопалубные, например, «Галактика», «Ария», «Сицилия». Множество двухпалубных «Астра», «Корюшка», «Волга», «Волга» и даже четырехпалубный теплоход-ресторан в СПБ. Фирмы, приглашающие в рестораны на теплоходах в Санкт-Петербурге, группа компании «Астромарин». Телефон, плюс семь, восемьсот двенадцать, шесть четыре семь, ноль ноль один семь, адрес л. Почты, офис собака астромарин.ру. Сайт, туркомпания, «Фортуна». Телефон, плюс семь, восемьсот двенадцать, семьсот семнадцать шестьдесят два тридцать шесть, е-мейл, инфо собака фортунатровел.ру. Сайт, туроператор по Санкт-Петербургу ООО «Оссириус-Питер». Телефоны, плюс семь, девятьсот одиннадцать, семьсот шестьдесят семь, одиннадцать сорок девять, плюс семь, восемьсот двенадцать, пятьсот семьдесят восемь двенадцать тридцать шесть, л. Почта анютинфа собака мейл.ру. Сайт, ООО «Спутник». Телефон, плюс семь четыреста девяносто девять сто десять пятьдесят два шестьдесят шесть e-mail хай собака спутником сайт судоходная компания spb теплоход телефон плюс семь восемьсот двенадцать девять три четыре ноль пять два один e-mail девять три четыре ноль пять два четыре собака mail.ru они шип с телефон 8 812 645 70 13 e-mail info собака они шип с точка ком сервис по покупке билетов на все виды речных экскурсий и круизов круиз на соловки из москвы на теплоходе чтобы пообедать или поужинать в необычной обстановке водного ресторана надо знать адреса главных причалов санкт-петербурга центральная пристань у дворцового моста адмиралтейская набережная 2 стакан метро адмиралтейская здесь начинается ужин на теплоходах корюшка пап и астра на неве отправление в 19 часов и 20 часов каждый день соответственно причал у кунсткамеры университетская набережная 3 стакан метро адмиралтейская теплоход city blues забирает здесь желающих поесть в приятной атмосфере в 20 часов причалу петровской набережной напротив дома номер 8 спуск 1 стакан метро горьковская четыре раза в день отсюда отправляется теплоход волга-волга важно желательно заказать билет на ужин на теплоходе на неве заранее через интернет или по телефону заказ в интернете выгоднее можно получить купон на скидку например о спутник при регистрации на сайте дает скидку 5 процентов на любую экскурсию оплатить можно онлайн или в кассе на причале в таком случае прибыть надо за час до отправления круиз сочи крым на теплоходе ужин на теплоходе ресторане длится два часа маршрут пролегает по неве между большоохтинским и благовещенским мостами по пути следования видны главные достопримечательности эрмитаж летний сад с его изящной оградой смольный собор на стрелке васильевского острова здание биржи между растральных колонн кунсткамера а напротив адмиралтейство со знаменитым корабликом на шпиле и дальше виден купол исаакиевского собора и медный всадник важно прогулку сопровождает музыка живой звук блюза или джаза сделает вечер незабываемым сюда имеют две крытые палубы так что даже дождь что в питере не редкость не испортит настроение на главной палубе расположены бар банкетный зал есть туалет примерный план столиков в зале 10 столов на 4 персоны стоят у окон вдоль бортов в центре есть три столика где садятся подвое на носу устроена vip зона с диванами еще 13 столов располагаются на верхней палубе не обязательно весь музыкальный вечер сидеть на месте открытая палуба теплохода дает возможность выйти полюбоваться красотами города потанцевать или сделать несколько фотографий на память важно бронировать места надо не позднее чем за пять часов до начала ужина полный билет стоит 800 рублей льготный 700 а детский 500 столик на четверых vip зоне около 2 тысяч 100 рублей при посадке на корабль со льготным билетом надо предъявить документ на льготу еда и напитки не входит в указанную стоимость билета но можно оплатить специальный пакет меню которого нужно узнать при бронировании заказать все к ужину можно на месте у официанта для организации корпоративных вечеринок свадеб выпускных вечеров судовые компании предлагают арендовать яхты катера 1 и 2 палубные теплоходы организация банкета или фуршета на теплоходе в спб стоит недорого цена зависит от времени аренды размер судна подбирается по количеству гостей фуршетный стол стоит дешевле чем банкетный развлекательная программа заказывается при бронировании санкт-петербург красив в любое время года но большее удовольствие водная прогулка доставит летом если же с погодой не повезло следует одеться потеплее этот совет не теряет своей актуальности в питере никогда ставь лайк и подписывай